У меня подвялился лист иван-чая, зацвел у нас иван-чай, начал только цвести, вот он подвялился. Вот уже он не хрустит, не ломается вялой. Надо мне вот эту сумку и еще одна сумка, еще больше, крутить его. Крутить буду и складывать вот в эту кастрюлю. Вот так вот брать понемножку. Я его перебрала перед этим. И вот пока он немножечко уже как бы сок пускает и складывать. Брать понемножку надо. Колбаска, чтобы была. Вот такая колбаска. И потом я его сложу, наложу, прижму тарелкой, гнетик небольшой сделаю. И будет он у меня стоять, пока не появится вкусный запах, запах фруктов. Потом я его или через мясорубку пропущу, или полежу ногу. Посмотрим. Вот так сложила я весь иван-чай. Придавила 5-литровой бутылкой с водой. В сутки он будет стоять, а потом буду смотреть. Прошло 36 часов. Больше я его не буду дальше ферментировать. Он приобрел уже запах фруктов или ягод. Такой фруктовый аромат. Теперь я его беру понемножку и нарезаю кусочками маленькими. Полсантиметра приблизительно. Можно чуть покрупнее. И на противень. И буду потом, нагрею духовку, задвину, выключу духовку. Будет он у меня медленно сушиться. Вот приблизительно. Так я режу. Ну, двумя руками, конечно. Вот такие кусочки. Немного он цвет поменял в процессе фермендации. Даже теплый внутри я меняла местами. Верхний слой с нижним слоем. Вот эти колбаски так. Заферментировались. Главное, при переборке, когда катаете вот эти листики до выделения сока, чтобы не попали моллюски. А то это белковые вот эти добавки портят запах. Чисто надо все перебирать. Вот второй противень наложила. И еще мне много резать. Духовку поставила на нагревание. Сейчас буду ставить чай. Ну вот, осталось мне немножко порезать. Вот он какой. Он так слижался хорошо. Все вот эти колбаски. А запах вкусный, вкусный. Но больше 36 часов я не стала держать. Может быть, можно и побольше. Но тут главное, чтобы не появилась плесень. Я считаю, достаточно. Запах очень вкусный. Прямо какого-то варенья или компота. Это очень вкусный запах. Вот у меня осталось немножко. Вот они так колбасками. Верхние, конечно, расслоились, а эти так колбасками и лежат. Пока планшет не упал, немножко на видео порежу. Верхние, конечно, расслоились. Еще листьев наберем, а вторую партию я сделаю перед ферментацией. Я пропущу через мясорубку и опять буду ферментировать. Так получится типа гранулированного чая. Вот так его надо порыхлить, где он спрессовался. Еще у меня тут на противень будет. А первые две я уже засунула. Два противня. Сейчас еще. Ездили еще за листом иван-чая. Подвязица. Этот иван-чай я пропущу через мясорубку. По-другому. Спустя. Вчера еще ферментировать набрала листья в яблони. листья груши. Листья груши. Листья вишни. Все у меня стоит вместе с листьями иван-чая на солнышке. Тургар потеряет свой. Но это к вечеру. И буду все это не скручивать уже, а пропущу в мясорубку и поставлю ферментировать. Потом тоже буду сушить. А этот чай, что я раньше ферментировала, почти высох. Вот это вот пасырей. Тут потолще слой наложен. Такой консистенции получается сушеный иван-чай. Хрустит. Думаю, достаточно его сушить. Рассыпала его по банкам. Подписала. А здесь у меня ферментируется это вишня. Здесь ферментируется яблоко. Сушить буду. А это листья иван-чая, пропущенные через мясорубку ферментируется и буду сушить. Грушевые листья, пропущенные через мясорубку, быстрее всех сферментировались. Быстрее яблони, быстрее вишни. Я их тонким слоем высыпала в духовку и они у меня уже высохли. Получился как гранулированный чай. Очень ароматный, очень приятный. Насыпала я его вот в эту баночку. Шуршит. Слышите как? Вот такой сухой он должен быть. грушевые листья и вишневые листья. Осталось мне высушить пропущенные через мясорубку иван-чай, яблоневые листья и вишневые листья. Они уже ферментируются. Ну, в принципе, чая я уже много наделала, но можно еще делать. Материал есть. Тоже банка из-под чая полная. Плотно закрыта и подписана. Стоят ключи у меня здесь в банках из-под чая и в стеклянных стоят банки. в полотках все я тут завешиваю шторкой. Вот такая вот шторочка раз и завесила от цвета.